Нанесите на переднюю часть цевья немного суперклея. Затем намотайте на переднюю часть цевья небольшое количество свинцовой проволоки. Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ей свинцовую намотку. Для изготовления хвостика по всей длине задней части цевья закрепите 3-4 бородки хвостового пера в позону. Затем отрежьте или оторвите лишнее. Для изготовления сегментации также по всей длине задней части цевья закрепите проволоку. Для изготовления тела мушки за самые кончики несколькими оборотами закрепите 3-4 бородки хвостового пера в позону. Затем монтажной нитью немного сравняйте подложку для тела, чтобы она была вровень со свинцовой намоткой. После этого, немного скрутив, намотайте бородки на цевьё. По окончании намотки закрепите бородки и отрежьте лишнее. Теперь необходимо намотать проволоку на тело мушки. Обороты проволоки следует ввести в обратную сторону намотки бородок пера в позону. 5-6 оборотов проволоки будет вполне достаточно. По окончании намотки закрепите проволоку и оторвите лишнее. Для изготовления зачатков крыльев сверху цевья блестящей стороной вверх закрепите небольшой сегмент хвостового пера позона. Для изготовления грудки нанесите на нить немного дебинга. Намотайте дебингу и нить на цевьё. Следите за тем, чтобы дебинг ложился плотно и перед колечком обязательно оставалось свободное место. Для изготовления ножек по бокам цевья закрепите по 4-5 бородок хвостового пера позона. После закрепления очень коротко отрежьте лишнее. Затем отогните сегмент хвостового пера позона, составляющей зачатки крыльев вперед и закрепите его около колечка. После закрепления также очень коротко отрежьте его. Затем намотайте небольшую головку, скрыв этим самым место среза. В этом же месте сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Все. Ушка готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...